В эфире РБК Уфа региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа и сегодня анализируем события на финансовых рынках вместе с персональным брокером компании БКС Мир Инвестиций Алексеем Аксиненко. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Максим. Ну а пока вернемся к новостям этого часа. Четыре муниципальных водоканала перешли в ведение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики. Соответствующее распоряжение подписал Ради Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь в частности идет об Уфа-водоканале, Салават-водоканале, Сибай-водоканале и Межрай-коммун-водоканале. Последний обслуживает Кумертау и ряд селку Юргазинского района. Как ранее сообщал РБК Уфа, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, на конец августа учредителями уфимской компании стали Министерство земельных и имущественных отношений именно ЖКХ региона. Оптимизация численности сотрудников не предполагается. По данным ресурса «Контурфокус», по итогам 2019 года Уфа-водоканал получил более 57 миллионов рублей чистой прибыли. При этом выручка достигла почти 4 миллиардов рублей. Башкирские предприятия, пострадавшие в период пандемии коронавируса, освободят от уплаты налога на имущество. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госсобрании республики. В частности, освободить от уплаты налога в этом году планируют компании, оказывающие бытовые, медицинские, туристические, санаторно-курортные услуги. А также зоопарки, музеи, книгоиздатели и организации работающих в сферах пассажирских перевозок. Кроме того, мера поддержки будет распространена на торговые центры и гостиницы площадью свыше 5000 квадратных метров. По предварительным подсчетам, после исполнения данных преференций, бюджет республики в этом году недополучит почти 2,5 миллиарда рублей. Еще 250 миллионов в последующие три года. У нас льготы были установлены, где-то, по-моему, если не ошибаюсь, 38 отраслей льготированы были. Вот к ним сейчас добавляют еще 14 отраслей, добавляют, которые подпадут под этой льготы. Это деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Это издания книг, издания газет, журналов, сетевые издания, информационные агентства, музеи, социально ориентированные некоммерческие организации. Напомню, претендовать на льготу могут предприятия, сохранившие 90% штата сотрудников. При этом среднемесячная зарплата их должна быть не меньше величины минимального размера оплаты труда в республике. Мы возвращаемся к событиям на финансовых рынках. Сегодня у нас в гостях персональный брокер компании БКС Мир Инвестиций Алексей Оксиненко. Итак, Алексей, расскажите, пожалуйста, что происходит на биржах, какие события в последнее время влияют на котировки и позиции компаний? Еще раз добрый вечер. На прошедшей неделе динамика фондовых индексов США была преимущество нейтральной. Индекс S&P 500 и индекс NASDAQ незначительно поднялись на 1,75 и 0,75 соответственно. Снижение американского рынка во вторник вечером, вызванное прекращением консультации законодателей США по вопросу расширения пакета стимулирующих мер, завершилось резким взлетом индексов акций к максимуму месяца. Сегментарное финансирование отраслей экономики, предложенное накануне Дональдом Трампом, воодушевило игроков финансовых рынков. Несмотря на расширенную волатильность в предвыборный период, октябрьский президентский ралли продолжается. Индекс Мосбиржи опустился в область ключевой поддержки 2825-2850 пунктов. Давление накануне оказывало сообщение о том, что польское управление по охране конкуренции потребовало штрафовать Газпром на 7,5 миллиардов долларов. Также обязало его партнеров по Северному потоку-2 разорвать соглашение о финансовом строительстве газопровода. Кроме того, не добавляет оптимизма новые санкционные инициативы ЕС. И хотя они, вероятно, будут носить персональный характер и не получат экономический ущерб, муссирование этой темы в любом случае создает неблагоприятный внешний фон. Лучше других смотрятся акции АФК-система в бумагах, в которых есть очевидный драйвер – это IPO Озон. В среднесрочной перспективе положительные ожидания по АФК-системе сохраняются и ближайшие ориентиры 25,2 рубля – это максимальный уровень за последние 6 лет. Вновь рекомендуем обратить внимание на акции американского технологического сектора. В частности, речь идет о компании Twilio. Бумаги Twilio 2 октября взлетели в цене на 12% после публикации прогноза менеджмента, согласно которому годовой рост выручки будет превышать 30% на протяжении как минимум ближайших 4 лет. Twilio представляет облачную платформу для коммуникаций, позволяющую бизнес-клиентам встраивать возможности для отправки печатных, голосовых и видеосообщений, а также проводить аутентификацию непосредственно в приложении. Мы подтверждаем рекомендацию покупать по акции Twilio и повышаем целевую цену на 12 месяцев до 330 долларов, что соответствует 14% годовых. Ну что ж, Алексей, спасибо большое за ваш профессиональный анализ. Удачи вам и вашим клиентам. Спасибо, до свидания. Это были события на финансовых рынках. Оставайтесь на РБК Уфа.